Приморская философия Все главные роли в спектакле исполняют трое солистов Приморской филармонии – Александра Лосинская, Дмитрий Сабитов и Александр Пстыга. На глазах зрителей артисты ловко перевоплощаются в любимых героев сказки. Помогает им дирижер эстрадного оркестра Дмитрий Бутенко и музыкальный театр «Овация». По-другому ходим мы, по краю ходим мы, по краю ходим мы, по краю ходим мы, по краю родной губой. Артисты признаются, работать в мюзикле одновременно интересно и непросто. И дело не в сложных вокальных партиях. Основные трудности вызывает необходимость постоянной смены сценических образов. Сценарий для меня лично большой сюрприз, потому что с таким мы не сталкивались, чтобы настолько дробился сюжет, настолько видоизменялся. И все-таки я ожидала, что если я исполняла роль принцессы, то я буду только принцессой, но много-много сюрпризов. За 30 минут приходится быть и звездным музыкантом, и шаманом, и сыщиком, и атаманом, и королем, потом опять обратно в прозбонников. Опыт у меня как раз театральной какой-то игры, он практически отсутствует минимальный. Да, поэтому было интересно, было сложно местами, было прям, хотелось психануть, сказать, да все, хватит. Но в итоге сегодня вот мы прошли все от начала до конца, все вместе собрали, нарисовалась картинка с костюмами, с реквизитом, с обчательным оркестром. И все оказалось, мне кажется, здорово. Режиссер спектакля Катерина Кучук работой артистов довольна. При написании нового сценария известной сказки вдохновлялась историей уличных театров. Идея поставить бременских музыкантов пришла на летних каникулах, когда артисты филармонии выступали с песнями из мюзикла в детских лагерях. Песни уже игрались и пелись, и очень хотелось, они выскакивают здесь на сцену, энергетики много, и зал подскакивает, все поют вместе. И они все время говорили, надо что-то тут сыграть, надо что-то тут сделать. Ну вот мы сыграли, сделали. Премьера праздничного мюзикла по следам бременских музыкантов под Новый год состоится 30 декабря на сцене Приморской филармонии. Анна Бережная, Дмитрий Сухоруков, Новости на Восьмом.